Я приветствую вас на своем канале и в этом видео поговорим о том, что же делать с ипотекой, если вы потеряли свой доход и не можете продолжать оплачивать ипотечный кредит. В последнее время от вас слишком много вопросов на эту тему. Явно, что многие заемщики не понимают, что им делать и как выйти из этой непростой ситуации. Я расскажу о самых распространенных вариантах, которые работают на практике сегодня, если, конечно, все правильно делать. Первый вариант – это заранее оформить страховку от потери работы, еще во время получения кредита. Не забывайте об этом и не отказывайтесь от нее. Страховая сумма по этой страховке, конечно, не гасит полностью ипотечный займ, но обеспечивает ежемесячные выплаты в определенном объеме, как правило, сравнимым с среднемесячной зарплатой. Выплаты производятся не более 6 месяцев. За это время застрахованный должен найти работу и восстановить свою платежеспособность. Страховка от потери работы покрывает не все случаи утери работы, а только те, которые произошли по независящим от страхователя причинам. Например, сокращение штата или ликвидация предприятия. Увольнение по собственному желанию не является страховым случаем. Более подробно нужно изучать каждый страховой продукт. Условия могут отличаться. Каникулы или отсрочка. Каждый, потерявший работу заемщик, имеет право на ипотечные каникулы. По закону их продолжительность составляет максимум полгода. По истечении этого срока платежи возобновляются. Законом предусматривается два вида льгот на выбор, которые максимально могут действовать до 6 месяцев, либо отсрочка платежей, либо сокращение их размера. Для этого нужно оценить свои финансовые возможности, выбрать одну из двух льгот, определить срок и дату начала ипотечных каникул. Если заемщик хочет сократить размер платежей, то в заявлении должен указать срок и дату окончания каникул и сумму выплат. Также необходимо предоставить в банк документы, которые подтверждают, что он действительно оказался в трудной ситуации. В законе описаны 5 критериев трудной жизненной ситуации. В соответствии с ними на льготы могут по выплатам могут претендовать граждане, зарегистрированные в качестве безработных, получившие инвалидность первой или второй группы, признанные временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев. Также каникулами могут воспользоваться и те, чей доход снизился на 30%, так что размер ежемесячных выплат по ипотеке превысил 50% от среднемесячного дохода. Также каникулы смогут получить граждане, у которых увеличилось число лиц, находящихся на иждивении. К ним относятся несовершеннолетние или инвалиды первой и второй группы, при условии, что совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге превысили 40% от среднемесячного дохода. Ипотечник, попавший в трудную ситуацию, также может попросить у банка отсрочку по платежам. Для того, чтобы это сделать, необходимо подать заявление, которое рассматривается в индивидуальном порядке. Реструктуризация. При реструктуризации заемщику может быть изменен график платежей или конечный срок погашения кредита. За счет увеличения срока изменения графика платежа или снижения процентной ставки может быть уменьшена сумма ежемесячного платежа по кредиту, что позволит заемщику обслуживать свой долг. Для принятия банком решения о реструктуризации заемщик должен подтвердить свою финансовую возможность обслуживания долга уже в измененных условиях. Это может быть справка о заработной плате, наличии нового систематического дохода, даже неофициального. Нередко банки применяют реструктуризацию через заключение с заемщиком мирового соглашения уже на судебной стадии. Урегулирование долга через мировое соглашение дает преимущество банкам, поскольку при нарушении его условий банк автоматически получает в суде исполнительный лист в отношении долга и заложенной квартиры. Специального судебного процесса в этом случае не требуется. Рефинансирование. Другим вариантом является рефинансирование ипотечного кредита. Данный инструмент позволяет урегулировать задолженность путем перекредитования. За счет нового кредита этого же или другого банка можно погасить свой проблемный кредит. Как правило, кредитные продукты при большой конкуренции на рынке банковских услуг имеют различные условия. Заемщик может привлечь новый кредит на более выгодных условиях, например, под меньшую процентную ставку. Это позволит погасить старый долг, предоставив также свою квартиру в залог уже новому банку. Еще один вариант для потерявшего доход ипотечника – это перевод долга, при котором заемщикам перед банком становится иное лицо. Для принятия банком решения о переводе долга заемщик может предоставить банк согласие нового должника отвечать перед банком по своим обязательствам. В таком случае старый должник освобождается от долга, но и теряет собственность на квартиру, естественно. Данный вариант может быть применен при условии, если старый должник доверяет новому должнику и рассчитывает в последующем по договоренности с ним вернуть свою квартиру. Уступка прав. В отличие от перевода долга, при уступке прав меняется не должник, а кредитор. Проблемный заемщик будет должен не банку, а иному лицу, который выкупит у банка право требования к должнику. Стоимость прав может быть существенно меньше суммы долга. Этот вариант, как и вариант с переводом долга, применим при наличии договоренности между проблемным должником и новым кредитором. Новый кредитор будет иметь возможность изменять условия кредитного договора без привязки к ранее имевшемуся договору на более льготных условиях для заемщика, поскольку он уже не будет связан банковскими правилами. Следующая мера – это продажа квартиры, погашение долга и приобретение более дешевого жилья. На вторичном рынке недвижимости примерно 10, а то и 20% продаваемого имущества – это ипотечное жилье. Продать квартиру можно как самостоятельно, так и с привлечением банка-кредитора. Но нужно помнить, что желающих купить квартиру с обременением по рыночной цене найдется не так много. Для продавца единственный вариант – снижать цену на залоговое имущество. Но тогда не факт, что остатка средств после погашения кредитов хватит даже на самую скромную жилплощадь. Продать можно не только недвижимость, но и свой ипотечный долг, то есть воспользоваться переуступкой прав. Обычно таким правом пользуются дольщики строящегося жилья. Однако это нечастое явление, потому что покупатели редко хотят связываться с банком и участвовать в долгой и сложной сделке. Им проще купить жилье сразу у застройщика или на вторичке, допустим. Можно также сдать свою ипотечную квартиру и снимать другую, дешевле или просто жить у родственников, пока не восстановится доход. Ну и, конечно, банкротство. Банкротство физического лица – это крайняя мера, друзья. Стоит отметить, что сохранить квартиру в этом случае практически невозможно, даже если в ней прописаны несовершеннолетние. Процедура банкротства поможет заморозить проценты по ипотечному долгу, но в итоге должник останется без крыши над головой и с настолько испорченной кредитной историей, что вряд ли когда-то сможет ее восстановить. Поэтому, если вы чувствуете, что в ближайшие полгода не сможете вернуться в ипотечный график, лучше продавайте квартиру. Это позволит сохранить хотя бы какие-то деньги и не закроет для вас двери банков навсегда, если для вас это важно, конечно. Это, пожалуй, самые распространенные варианты, которые сегодня применяются на практике и работают. Но работают в каждой конкретной ситуации. Не надо думать, что это универсальные варианты для всех. Все индивидуально. Ну а если у вас есть риск потери ипотечного жилья из-за долга, и вы не можете до конца понять, что же вам все-таки делать, напишите мне для подробной консультации. Я разберу вашу ситуацию и помогу выбрать наиболее эффективный способ решения вашего вопроса и сохранения жилья. И самое главное, помните, что любая свобода начинается с финансовой. Удачи вам!